Какие продукты способствуют хорошему сну? Что нужно есть перед сном, чтобы всю ночь спать без перерыва? Сегодня мы поговорим о тех продуктах, которые положительно сказываются на качестве сна. Оставайтесь с нами до конца, будет много полезных и интересных фактов, которые наверняка пригодятся вам, если вы сталкивались с такой проблемой, как расстройство сна. На самом деле, улучшить качество сна совсем несложно. Но сначала давайте выясним, что влияет на качество сна. Кто из нас не слышал фразу «Не переедай на ночь, кошмары будут сниться»? Только ли тяжелыми сновидениями грозит излишний аппетит непосредственно перед сном? Есть на ночь может и приятно, но очень вредно для организма, которому вместо того, чтобы готовиться к отдыху, приходится интенсивно перерабатывать пищу, мобилизуя для этого свои силы. Отсюда и ощущение тяжести в животе и беспокойный сон. Лучше приучить организм к более здоровому режиму питания. В течение дня насыщаем себя пищей в достаточном объеме, а за 2-3 часа до времени отхода ко сну походы к холодильнику отменяем. В основе здорового сна лежит нормальная выработка гормона сна – мелатонина, который регулирует циркадные ритмы организма. Способствует этому спокойная деятельность в вечерние часы, не требующая больших энергетических затрат. Уменьшение яркости источников света, исключение вредного влияния волн, исходящих от экранов смартфона, телевизора, ноутбука, прогулки и проветривания комнаты перед сном, насыщение кислородом организма и помещения, в котором будет спать человек. И еще одно условие – правильные продукты, стимулирующие выработку мелатонина. Топ-6 продуктов, улучшающих сон. На первом месте вишневый сок. В нем высоко содержание и самого гормона сна, и трептофана, помогающего вырабатывать мелатонин. Пользу вишневого сока для сна доказал эксперимент, в котором участники в течение двух недель выпивали перед сном стакан вишневого сока. Ученые отметили, что у испытуемых увеличилось время и качество сна. Стакан вишневого сока или горсть ягод вечером за час до сна обеспечат крепкий и здоровый сон. Вы точно быстро уснете и будете спокойно спать. Используйте замороженную ягоду, она сохранила все витамины и полезные вещества, и лучше всего помогает бороться с нарушениями сна. Вишня обладает противовоспалительным эффектом, предупреждает развитие артрита и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, в ее состав входит фитохимический процеанидин В2. Он препятствует разрушению трептофана в крови, который, в свою очередь, необходим для выработки собственного мелатонина. От употребления вишни лучше вовсе отказаться при склонности к аллергиям или при полинозе, сезонная аллергическая реакция на пыльцу растений, обострение язвы желудка, гастрите с повышенной кислотностью, цистите, хронических заболеваниях легких. На втором месте молоко. В нем высокое содержание трептофана, поэтому можно не беспокоиться о нормальной выработке мелатонина. При бессоннице рекомендуется выпивать стакан теплого молока за 30 минут до сна. В дополнение к этому молоко укрепляет кости и зубы, способствует контролю веса и улучшает мозговую деятельность. Екатерина Мельникова, гастроэнтеролог, заместитель главного врача клинического госпиталя на Яузе, пояснила, что молоко способствует быстрому засыпанию и более качественному сну. Однако употребление молока перед сном полезно не каждому. Многие люди старше 25 лет испытывают так называемую лактозную недостаточность, которая не позволяет хорошо и быстро переваривать молоко. Следовательно, употребление этого продукта на ночь в чистом виде способно, с одной стороны, улучшить засыпание, но с другой стороны, из-за плохого усвоения, спровоцировать вздутие живота, метеоризм и тем самым нарушить весь эффект, которого человек пытается добиться. Отмечает гастроэнтеролог. На третьем месте среди продуктов, улучшающих качество сна, белок куриных яиц. Это не только кладезь витаминов и минеральных веществ, полезных для человеческого организма, но и источник трептофана, который, как мы помним, способствует выработке гормона сна. Кроме того, яйца содержат магний, который помогает расслабить мышцы и погрузиться в глубокий сон. Четвертое место занимают бананы. Это связано с тем, что они содержат калий и магний, благодаря которым мышцы естественным образом становятся расслабленными. Вдобавок, фрукты богаты трептофаном, веществом, которое стимулирует выработку серотонина и мелатонина. Серотонин – это нейромедиатор, который отвечает за хорошее настроение, а также помогает нам расслабиться. Мелатонин, известный как гормон сна, в свою очередь, отвечает за регулирование сна и обладает антиоксидантными свойствами. Чтобы хорошо выспаться, в течение недели съедайте по банану за час до сна. Кому следует избегать бананов? Не рекомендуется есть их, если у вас варикозное расширение вен, тромбофлебит, повышенная свертываемость крови и шимическая болезнь сердца. Пятое место занимает арахис, содержащий трептофан, улучшающий качество сна. Арахис в основном состоит из мононенасыщенных жиров, которые, как известно, помогают снизить риск сердечных заболеваний. Этот орех богат несколькими минералами, включая железо, марганец, фосфор и магний. В нем также содержится много витаминов и аминокислот, способствующих хорошему сну. В частности, арахис является ценным поставщиком витамина Е, а результаты проведенного исследования свидетельствуют о связи между низким потреблением витамина Е и плохим сном у женщин. Шестое место почти поровну поделили между собой грецкие орехи и миндаль, киви, а также жирная морская рыба и индейка. Эти продукты помогут разнообразить меню семейного ужина и настроят на спокойный долгий сон всех домочадцев. Нельзя забывать, что время последнего приема пищи должно заканчиваться за 2-3 часа перед сном, иначе все усилия по улучшению качества сна будут напрасны. Организму придется перерабатывать пищу вместо того, чтобы готовиться к отдыху. Сонные напитки Лидером среди напитков, стимулирующих здоровый сон, считается ромашковый чай. Он обладает успокоительным и расслабляющим свойством. Содержащиеся в ромашке антиоксиданты помогают избавиться от головных болей, мигрений. Успокоительное действие ромашкового чая благотворно влияет на тех, кто страдает бессонницей. Сон приходит быстро, становится более крепким. Но важно учитывать, что ромашковый чай нельзя пить непосредственно перед сном, потому что он является мочегонным средством. Для нормализации сна необходимо пить отвар цветов ромашки аптечной в течение дня вместо чая. Отлично подходит для нормализации сна отвары мелиссы и пустырника. Мелисса снижает риск возникновения бессонницы, успокаивает и настраивает организм на отдых. Пустырник снимает повышенную возбудимость, нормализует сон. Готовят отвары заранее, заливая 2-3 чайных ложки травы двумя стаканами кипятка. Дают настояться в течение полутора-двух часов, выпивают полчашки не позднее, чем за два часа до сна. Большое количество настоя пить не рекомендуется, иначе эффект будет обратным. Хорошо заваривать шишки хмеля. Напиток обладает седативным действием, снижает активность, справляется с нервными расстройствами и головными болями, предупреждает бессонницу и стрессы. Здоровый сон – необходимое условие для нормального функционирования человеческого организма. Поэтому важно наладить режим сна и отдыха, не пренебрегать по возможности дневным отдыхом в течение полутора-трех часов, который улучшает память, стимулирует активность мозга, особенно правое полушарие, ответственное за творческие проявления, помогает противостоять стрессовым ситуациям и улучшает настроение в целом. Друзья, поделитесь в комментариях своим опытом, как вам удается справляться с бессонницей. Ну а мы желаем вам крепкого здоровья и долголетия. Будем рады, если вы нажмете на кнопку подписаться и поделитесь видео со своими друзьями в социальных сетях.